Привет друзья! Сегодня я вам покажу несколько вкусных и полезных рецептов для ланчбокса. Для первого рецепта понадобится зерновой хлеб. Внутреннюю поверхность нижней половинки нужно намазать сливочным сыром. На сыр кладем листья салата, затем кусочек ветчины, отрезаем колечко от сладкого перца, огурец нарезаем на кружочки, кладем перец и 4 кусочка огурца на ветчину. Намазываем внутреннюю поверхность второй половинки хлеба сливочным сыром. Соединяем половинки и получаем очень вкусный сэндвич. Он даже напоминает квадратный бургер. Теперь нам понадобится 300 граммов творога, полстакана муки, сахар и 2 яйца. Разбиваем яйца к творогу, добавляем полстакана муки, насыпаем примерно четверть стакана сахара, хорошо все перемешиваем. Получаем творожную массу. Берем примерно вот такое количество и формируем круглую котлету. Обваливаем ее в муке. Наливаем на сковородку растительное масло и разогреваем его. Выкладываем творожные котлетки и обжариваем 5 минут на одной стороне. Переворачиваем на другую сторону и жарим еще 5 минут. Получаем очень аппетитные и зажаристые сырники. Выкладываем их на бумажные полотенца, чтобы избавиться от лишнего жира. Кладем в сковородку с небольшим количеством воды, замороженную стручковую фасоль, брокколи и цветную капусту. Накрываем крышкой и доводим до кипения. Добавляем соль, перемешиваем и тушим под крышкой 7 минут. Выкладываем овощи в ланчбокс. На сырники можно еще нанести немного фруктового джема и добавить клубнички. Но если клубники нет, то можно добавить и любых других фруктов. В таком ланчбоксе содержится оптимальное сочетание белков, жиров и углеводов, а также куча витаминов. Для следующего ланча понадобится булочка для хот-дога. Разрезаем ее вдоль, но не до конца. Подготовим листья салата, маринованный огурец, сосиску, помидор, сладкий перец и красный лук. Положим внутрь булочки листья салата, сосиску, огурец нарежем на плоские кусочки и положим к сосиске. Отрежем колечко от перца и разрежем его еще на три части. Помидор нарезаем на кружочки. Еще не лишним будет сыр. Разрезаем ломтик и положим кусочки к сосиске. Нарежем лук и добавим в хот-дог. Наносим кетчуп и получаем вкусный и сытный хот-дог. Мелко нарезаем две крабовые палочки. Нарезаем половинку небольшого огурца, одно яйцо, чуточку лука и зелень. Добавляем несколько ложек вареного риса и консервированные кукурузы. Не забываем посолить, добавляем майонез и все перемешиваем. Получаем наивкуснейший крабовый салат. Берем кусочек батона и наносим на него клубничный джем. Консервированный персик нарезаем на кусочки. Получаем отличный десерт, который украсит и дополнит наш ланчбокс. А вот этот ланчбокс я собрал из конструктора Фанкластик. Это российский конструктор, имеющий огромное количество различных наборов. Все элементы сделаны из прочного пластика и имеют крепление со всех сторон. И после того, как вы скушаете свой ланч, то можно поиграть и собрать себе замечательного друга. Я, например, собрал вот такую прикольную таксу. Смотрите более подробную информацию о конструкторе Фанкластик по ссылке в описании. Возьмем две столовые ложки мясного фарша, посолим и добавим приправу. Хорошо перемешаем. Выкладываем фарш на сковородку и делаем в центре углубления. Накрываем крышкой и жарим 5 минут. Разбиваем в центре яйцо, посолим его, накрываем крышкой сковородку и жарим еще 5 минут. Кладем на кусочек батона плавленый сыр, а на него яичницу в фарше. Получаем сытный и вкусный бутерброд. Натираем на крупной терке небольшую морковку, а также небольшой кусочек огурца. Добавляем чайную ложку подсолнечного масла и перемешиваем. Получаем витаминный салат. Для десерта возьмем шоколадную пасту и намажем ей кусок хлеба. Украсим дольками мандарина и киви. Получаем сладкий бутерброд. Этот ланч содержит в себе тоже отличное сочетание белков, жиров и углеводов, а также витамины. Для следующего ланча понадобится куриное филе. Разрезаем его на кусочки, примерно вот такого размера. Добавляем соль и приправу для курицы. Перемешиваем, разбиваем в тарелку яйцо, смешиваем желток с белком. Обваливаем кусочек филе в муке, затем окунаем в яйцо и обваливаем в кукурузных сухарях. Получаем вот такие заготовки. Наливаем на сковородку растительное масло и разогреваем его. Выкладываем курицу и обжариваем 3 минуты с одной стороны. Переворачиваем на другую сторону и обжариваем еще 3 минуты. Готовые наггетсы снимаем на салфетку, чтобы избавиться от лишнего жира. Выкладываем наггетсы в ланчбокс и поливаем кетчупом. К мясу отлично подойдет нарезка из свежих овощей. На десерт возьмем сметанную лепешку и разрежем ее пополам. Каждую половинку намажем шоколадной пастой. Украшаем кусочками банана и клубники. С таким ланчбоксом будет гораздо приятнее идти в школу, универ или на работу. Обжарим 5 минут на сковородке 300 граммов мясного фарша. Добавим соль и приправу для мяса. Еще не помешает тертая морковка и мелко порезанный лук. Обжариваем фарш и овощи до готовности, примерно 15 минут. Возьмем кусочек тонкого лаваша и нанесем на него сливочный сыр. Сверху выкладываем фарш равномерным слоем. Еще не помешают кусочки помидора. Закручиваем лаваш и нарезаем полученный ролл на кусочки. Нарезаем морковку. Для более красивой нарезки я использую вот такой волнистый нож. Нарезаем огурец. Помидоры черри разрезаем обычным ножом. Выкладываем овощи в ланчбокс и еще наполняем фруктами, так как свежие фрукты это самый полезный из десертов. Друзья, если вам понравились такие рецепты, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Если лайков будет много, то я сниму продолжение на эту тему. Всем большое спасибо за внимание и желаю вам приятного аппетита!